Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Предлагаю приготовить потрясающий пирог со свежими сливами. Выпечка получается очень вкусной, ароматной и нежной. Готовится он довольно быстро, просто нужно смешать все ингредиенты и в итоге вы получите просто потрясающе вкусный пирог к чаю со свежими сливами. Нам понадобятся свежие сливы, мука, яйца, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, ваниль, крахмал, соль, сахарная пудра. Сливы должны быть спелые, но не переспевшие. Сорт может быть любой, лишь бы не очень кислые. Фрукты моем, даем стечь воде. Разрезаем сливы пополам при помощи острого ножа. Удаляем косточку. Подготовленные сливы отставляем в сторону. На этом этапе не забудьте включить духовку, а форму смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 23 см. Теперь приготовим тесто. На это потребуется буквально несколько минут. В миску добавляем сахар, сливочное масло, яйца. Перетираем все до однородной массы погружным блендером. Если у вас блендера нет, ничего страшного, можно воспользоваться венчиком или миксером. Добавляем полтора стакана просеянной муки, разрыхлитель, ваниль, крахмал. В принципе, крахмал в тесто можно не добавлять, но без крахмала сливы в пироге сильно проседают. Если нет крахмала, то его можно заменить на сухое молоко. Эффект тот же самый. Все тщательно перемешиваем, чтобы получилось довольно густое однородное тесто. Оно получается значительно гуще, чем тесто на шарлотку. Если вы будете использовать соду, то ее следует брать в два раза меньше, чем разрыхлителя, и обязательно погасить уксусом, чтобы она не чувствовалась в тесте. Выливаем готовое тесто в подготовленную форму. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Теста кажется мало, но не переживайте, оно довольно хорошо подходит. Выкладываем половинки слив. Готовый пирог отправляем в хорошо прогретую духовку при температуре 180 градусов и выпекаем 40-45 минут. Следите за выпечкой и, если необходимо, корректируйте температуру, так как духовки у всех отличаются. Готовность теста определяем зубочисткой. У меня пирог выпекался 45 минут. Вкусный, ароматный, красивый пирог со сливами вынимаем из духовки и даем немного остыть. Поверхность пирога обильно посыпаем сахарной пудрой. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Посмотрите, какой он красивый, пышный, ароматный и очень-очень вкусный. Кстати, на следующий день такой пирог намного вкуснее. Сегодня приготовим очень ароматный пирог на песочном тесте с вареньем или, как его еще называют, тертый пирог. Думаю, многие из вас ели его в детстве. Это был самый простой и популярный пирог, который всегда получался вкусным и готовится он достаточно легко. Для приготовления теста нам понадобится сливочное масло, растительное масло, сахар, яйцо, йогурт, ваниль и мука. В миску просеиваем 5 стаканов муки. У меня стакан на 200 грамм. Делаем лунку и в нее выливаем рафинированное растительное масло. Добавляем мягкое сливочное масло, 1 яйцо, 2 столовые ложки йогурта. Я взяла детский, можно греческий. Сахар и ваниль на кончике ножа. Все перемешиваем и постепенно захватываем муку. Сначала замешиваем ложкой, затем руками. Тесто мягкое, податливое и за счет большого количества масла в нем не липнет к рукам. Делим его на две равные части. Одну убираем в холодильник, в морозильную камеру. Раскатываем вторую половину теста. Оно очень мягкое, поэтому, чтобы было удобнее, его переносить, раскатываем сразу на пергаментной бумаге. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Переносим на форму. Где нужно, ровняем пальцами. Убираем ножом лишнее тесто. Делаем проколы вилкой по всей форме. Выливаем начинку. Это может быть любое варенье или повидло. Равномерно распределяем ее. Я приготовила начинку из замороженной вишни, крахмала и сахара. Как сделать такую сочную красивую начинку, покажу в конце видео. Тесто я разделила на две части, чтобы оно быстрее подмерзло и было легче натирать на крупной терке. Равномерно распределяем по поверхности пирога и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов на 45-50 минут. Пирог должен подрумяниться. В результате у нас получился чудесный пирог с аппетитной румяной корочкой. Даем ему чуть остыть и нарезаем на порционные кусочки. Пирог получился очень вкусный, сладкий, с приятной вишневой кислинкой и рассыпчатый. Такая выпечка всегда актуальна в прохладную погоду. К чашечке чая. И что самое приятное, начинки в таком пироге можно менять. Кстати, о начинке. Вишню я разморозила и убрала косточки. Засыпаем стаканом сахара. У меня вишня шпанка, она очень сочная, поэтому часть сока я перелила в пиалу и смешала с кукурузным крахмалом. Если сока мало, можете взять 50 грамм воды. Вишню отправляем на огонь и даем ей закипеть. После закипания вводим крахмал, который мы смешали с соком. Готовим, постоянно помешивая, до загустения. На это уйдет не более минуты. Как видим, вишня загустела прямо на глазах. Выключаем. Добавляем сливочное масло. Перемешиваем и даем чуть остыть. Начинка готова. Предлагаю вашему вниманию вкуснейшую выпечку, которая украсит праздничный стол и удивит своим вкусом и ароматом ваших гостей. Такой кекс можно испечь как простому чаепитию, так и на праздничный стол. Для теста нам понадобятся яйца, сахар, сливочное масло, сметана, мука, разрыхлитель, ванильный сахар. Для глазури сахарная пудра, яичный белок, сок лимона. Яйца взбиваем с сахаром до бела на самых мощных оборотах миксера. Уменьшаем обороты миксера и вливаем теплое растопленное сливочное масло, сметану и продолжаем взбивать. Дальше добавляем муку, ванильный сахар, разрыхлитель. Все это тщательно перемешиваем до однородности. Консистенция теста как густая сметана. В качестве начинки я буду использовать замороженную малину. Вместо нее можно добавить сухофрукты, замочив их накануне в воде либо в алкоголе. Но ягоды придают этому сладкому десерту приятную кислинку, так что очень рекомендую использовать именно их. Можно, конечно, ягоды и малины сразу мешать тестом, но я поступаю по-другому. На дно формы выкладываю половину массы. Теперь ягоды. Сверху закрываю их тестом. Таким образом, все ягодки останутся целыми. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 160 градусов, примерно на 45 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Кекс должен хорошенько подрумяниться. Готовому кексу даю полностью остыть в форме, так как он очень мягкий и при попытке вынуть его горячим может развалиться. Яичный белок добавляем в миску и взбалтываем до образования легкой пены. Затем добавляем сахарную пудру, 1-2 чайные ложки лимонного сока и взбиваем миксером до желаемой густоты. Сахарной пудрой может понадобиться меньше, чем указано в рецепте. По желанию глазурь можно покрасить пищевым красителем. Достаем остывший кекс и украшаем по желанию. Украшать кекс нужно сразу, так как глазурь довольно быстро высыхает. Я дополнительно украшаю замороженными ягодами и листиками розмарина. Сверху посыпаю сахарной пудрой. Я готовила кекс за день до торжества. Рождественский кекс получается очень мягкий, нежный, сладкий, с приятной кислинкой от ягод. Очень рекомендую вам его приготовить. Свои отзывы оставляйте в описании под видео. В сезон клубники не могу не поделиться с вами моим любимым рецептом ягодного пирога, который очень прост в приготовлении. Нам нужно вмешать ингредиенты, украсить ягодами и отправить в духовку. Выпечка получается очень нежной, вкусной и ароматной. Для приготовления нам понадобится клубника. Вместо нее можно взять любые ягоды. Я готовила, например, еще со сливами. Тоже очень вкусно. Мука, яйца, сливочное масло, сахар, разрыхлитель. Его можно заменить на соду. Ванильный сахар, крахмал, соль, сахарная пудра для украшения. В рецепте я использую стакан объемом 250 миллилитров. Клубника должна быть целая, не очень крупная. Тщательно ее моем и удаляем хвостики. Пока откладываем в сторону. В самом начале приготовления включаем духовку, смазывая маслом разъемную форму. Диаметр моей формы 23 сантиметра. Теперь замесим тесто. На это потребуется буквально несколько минут. Высыпаем в миску стакан с сахаром, 3 яйца и мягкое сливочное масло. Я растопила в микроволновой печи и дала ему чуть остыть. Оно не должно быть горячим. Перетираем все до однородной массы погружным блендером. Можно просто венчиком. Добавляем полтора стакана просеянной муки, разрыхлитель, ваниль и крахмал. В принципе крахмал в тесто можно не добавлять. Но без крахмала ягоды в пироге сильно проседают. Если нет крахмала, то его можно заменить сухим молоком. Эффект тот же. Все перемешиваем, чтобы получилось довольно густое однородное тесто. Если вы используете соду, то ее следует брать в два раза меньше, чем разрыхлителя. И обязательно гасить уксусом, чтобы не чувствовалось в тесте. Выливаем тесто в подготовленную форму. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Тесто кажется мало, но не переживайте, оно хорошо подходит. Украшаем пирог клубникой. Отправляем в хорошо прогретую духовку и выпекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов. Следите за выпечкой и если необходимо, корректируйте температуру, так как духовки у всех отличаются. Готовность теста определяем зубочисткой. У меня пирог выпекался ровно 45 минут. Вкусный, ароматный, красивый пирог с клубникой вынимаем из духовки и даем ему немного остыть. Затем поверхность пирога обильно посыпаем сахарной пудрой. Подаем пирог полностью остывшим. Клубника при выпечке уменьшилась в объеме и мы наблюдаем пустоты в пироге. Пусть вас это не смущает. Она довольно водянистая и при термической обработке такое бывает. Несмотря на это, пирог очень вкусный, нежный, мягкий. Его прекрасно дополняет сочность клубники и легкая кислинга. Настоятельно рекомендую приготовить этот пирог. Вам и вашим близким точно понравится. Кстати, на следующий день такой пирог намного вкуснее, чем свежеиспеченный. Но обычно он так долго не стоит. Съедается мгновенно. Очень легкий и вкусный. Очень нежный и вкусный пирог с вишней, который отлично разнообразит летний семейный стол. Готовится он быстро, из доступных продуктов, а получается невероятно аппетитным и вкусным. При этом этот пирог настолько прост в приготовлении, что он получится даже у тех, кто никогда не пек ягодных пирогов. Для приготовления нам понадобится мука, молоко, сахар, растительное масло, яйца, разрыхлитель, ваниль, соль, вишня или любые другие ягоды. Сначала моем вишню и удаляем из нее косточки. Если нет специального приспособления, удобно и просто это делать обычной тонкой трубочкой для напитков. Косточка убирается очень быстро и никаких брызгов сока. Очень удобно и просто. Вишню пока убираем в сторону. Приготовим тесто. В миску насыпаем сахар, добавляем 2 яйца и взбиваем миксером до белой пены на малых оборотах. Главная цель, чтобы растворился сахар. Теперь в яичную массу добавляем 120 мл растительного масла. Продолжаем взбивать. Молоко. Муку смешиваем с разрыхлителем, ванилью и высыпаем в миску. Перемешиваем все с помощью миксера. Масса должна стать гладкой и однородной, без комочков. Тесто готово. Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем в нее тесто. Диаметр моей формы 22 см. Раскладываем вишню, слегка вдавливая ее в тесто. Вишню можно взять за мороженую. Главное выньте косточки. Можно также использовать любые другие ягоды. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов на 45-50 минут. Пирог должен хорошенько подрумяниться. Готовому пирогу даем полностью остыть и вынимаем из формы. Перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Пирог получился воздушный, мягкий, в меру сладкий, с приятной ягодной кислинкой. Прекрасный летний десерт на скорую руку. У меня на канале есть еще один рецепт очень вкусного пирога на скорую руку без молока. Ссылку оставлю в описании под видео. Друзья, готовьте в удовольствие, готовьте вместе со мной. Оставляйте свои отзывы в комментариях под видео. Делитесь рецептом с друзьями и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok